Восхитительно то, что завершившийся сезон сериала вышел таким удачным. В конце концов, в нём есть все компоненты, которые и делают сериал впечатляющим. Это всегда гарантирует эмоции от просмотра у зрителей. Неудивительно, что огромное количество зрителей готовы многое отдать, чтобы увидеть продолжение своей любимой истории. Ведь такие сериалы становятся неким виртуальным миром, куда они могут сбежать, где они могут расслабиться, отдохнуть и испытать целый спектр эмоций. Однако дата выхода новых эпизодов на данный момент не назначена и в ближайшее время не состоится. Плюс ко всему, ни о каких анонсах пока не сообщается. Официальная дата продолжения сериала и актёрский состав могут быть объявлены только после того, как начнутся съёмки. И сейчас, к сожалению, чёткой даты нигде нет. Безусловно, благодаря поддержке зрителей и поклонников, история может обрести своё продолжение. Но вероятнее всего, дата премьеры нового сезона не будет назначена в ближайшее время. Поэтому следите за нашими новостями и не пропустите долгожданный анонс. Томительные часы до момента точной даты нового сезона и первого трейлера можно заполнить просмотром удивительных сериалов. Но выбор сериалов для просмотра нелёгкое дело. Но не стоит отчаиваться, просто следуйте нашим рекомендациям. С самого детства. У них разное происхождение, разные мечты и идеалы. Общее лишь одно. Дружба. Ради неё они готовы пожертвовать всем и, если надо, даже отдать за друга жизнь. В первой серии друзья детства становятся фарцовщиками. После дерзких авантюр на удачливых ребят обращают внимание криминальный авторитет Понт. Продюсер Александр Цекало рассказал детали о проекте. Сериал снял молодой и талантливый режиссёр Егор Баранов. Мы могли бы взять опытного режиссёра, который помнит это время, но это история о молодых людях. Хотелось, чтобы это делал молодой режиссёр, который ближе к пониманию дружбы и к молодым героям. Режиссёр Егор Баранов также рассказал подробности о сериале. «Я пересмотрел всю классику 60-х годов. Естественно, есть отсылки к кино, к июльскому дождю, я шагаю по Москве, 9 дней одного года. Был классный период в кинематографе, где герои живут в кадре и дышат свободным гражданским воздухом. Поэтому хотелось, чтобы этот дух передался и в нашем проекте. Мне нравится «Оттепель» и «Стиляги» Валерия Тодоровского, но мы не стремились быть похожими на эти фильмы. Это не музикл как «Стиляги» и не камерное лирическое произведение как «Оттепель». Наша история более дерзкая. Она про другое. Это драматический авантюрный фильм». Одной из самых сложных задач, которые встали перед создателями сериала, стал подбор реквизита. За каждым элементом декора или аксессуарами того времени приходилось в буквальном смысле вести охоту. К тому же в мире фарцовщиков вообще царил культ стильных вещей. Поэтому художники по костюмам, работавшие над созданием образов, просматривали каталоги, журналы, изучали платья и прически. Съемки проекта проходили в Москве и в Минске. В Москве снимали знаковые объекты 60-х, сохранившиеся с тех времен, такие как Центральный дом литераторов. В первом эпизоде Майкл, Кузя и Антон переезжают в новую студенческую общагу. Их селят в блок к девушкам Кристине, Яне и Маше. Кузя сразу же положил глаз на Машу. Майкл пытается вспомнить, где он познакомился с Яной. А Антон сделал непристойное предложение Кристине, за что и поплатился. В этом ситкоме зрители увидят как некоторых уже знакомых персонажей, так и новичков. Старое общежитие, в котором жили уже полюбившиеся герои сериала «Универ» идет под снос. Пятикурсники Антон и Кузя, оставшиеся на второй год, переезжают в новый блок. В качестве аспиранта возвращаются в университет Майкл. Соседками ребят в новом блоке оказываются новенькие девушки Кристина, Маша и Яна. Кузя – студент филологического факультета. Он спортсмен, а также выступает с песнями собственного сочинения. Простой, недалекий парень, добрый и бесхитростный. С первых серий проекта влюблен в новенькую девушку Машу, но пассия не отвечает Кузе взаимностью. Другой герой, Майкл учился на историческом факультете, пошел в аспирантуру, чтобы избежать призыва в армию. Он бабник и на данный момент одинок. Обладает хорошим чувством юмора и всегда окружен множеством поклонниц. Антон Мартынов – сын олигарха Льва Мартынова. Высокомерен, хитер, меняет девушек как перчатки, а к своим соседям по общаге относится потребительски. Актер Станислав Ярушин рассказал в интервью о своем герое в сериале. Отец оставил его на второй год, так как не поверил, что сын написал диплом сам. Антон привык к ребятам. Он по-мужски, с пониманием дружбы стал относиться к Майклу. Он знает, что с ним можно поделиться какими-то секретами, интимными тайнами. Мало того, он потихоньку начинает любить даже Кузю, которого считает удивительным тупорезом, понимая, что того не исправишь. А впереди у Антона все будет хорошо, и любовь тоже. Режиссером проекта стал Константин Смирнов. Над сценарием работали Вячеслав Дусмухаметов и Семен Слепаков. Саундтрек к сериалу записала российская рок-группа «Градусы». Санем – девушка веселая и жизнерадостная. Каждое утро она просыпается пораньше и открывает магазин вместо больного отца. Потому ее и прозвали «ранняя пташка». Девушка вынуждена искать хорошую работу, иначе ее выдадут замуж за друга детства. В конце концов Санем устраивается в издательство, где работает ее сестра. Здесь и начинаются ее приключения. В первой серии Санем утром проводит несколько часов в бокале своего отца. После проводит свой день мечтая и работая над книгой. Она очень довольна своей жизнью. Пока родители не скажут, что если она не найдет должной работы, она должна выйти замуж. Теперь Санем придется начать работать в офисе вместе со своей сестрой. Она еще не знает, что там ее ждет большая любовь, о которой она мечтала. Санем очень хочет стать писательницей и живет на Галапагосских островах. У Азиза – владельца рекламного агентства, двое сыновей Эмре и Джан. Эмре хочет взять на себя управление бизнесом, но его отец считает Джана более подходящим для этой работы. В итоге отец назначает его управляющим агентство. Но Джан предпочитает быть фотографом в отдаленных уголках мира. В конце концов Джан соглашается руководить компанией, когда узнает о проблемах со здоровьем своего отца. Азиз также говорит Джану найти шпиона в компании, которая помогает их конкуренту, Айлин. Эмре не нравится идея о том, что его брат является управляющим, ведь он считает, что заслуживает эту должность. Поэтому планирует заставить его потерпеть неудачу, наряду с тем, что он является настоящим шпионом. Данный турецкий телесериал транслировался с 26 июня 2018 года по 6 августа 2019 года на канале Star TV. В главных ролях проекта снялись Демит Аздемир и Джан Яман. В 2019 году сериал выиграл награду «Золотая бабочка» за лучший романтический комедийный сериал. Главная героиня ослы – врач, спасающая людей. Аферхат, наоборот, тот, кто может отнять жизнь человека даже глазом не моргнув. Их пути пересекаются, когда ослы насильно привозят в один загородный дом, чтобы она провела операцию раненому. Однако девушка случайно становится свидетельницей убийства, и теперь сама должна умереть. Но у Ферхата не поднимается рука убить ее, поэтому он предоставляет ослы шанс. В первой серии Ферхат узнает, что у человека, которого он любит как родного отца, украли ноутбук. Если информацию, которая находится на ноутбуке распространят, то это положит конец его политической карьере. Он проиграет выборы на пост мэра, к которым готовился на протяжении многих лет. Ослы вынуждают оперировать раненого человека. Она думает, что спасет человека и сможет спокойно уйти из поместья. Однако планы пойдут совсем не так, как она ожидала. С того дня жизни Ферхата и ослы пойдут в совершенно другом направлении. Интересные факты. Бирджиакалай, исполнившая главную роль, в 2004 году заняла третье место на конкурсе красоты Мисс Турция. Персонаж Ибрагима на протяжении всего сериала носит одежду только черного цвета. В одной сцене главная героиня смотрит телевизор, где идет голливудский фильм «Мой парень псих», в котором снялись Дженнифер Лоуренс и Брэдли Купер. Премьера сериала состоялась 16 октября 2017 года. В 2019 году вышла украинская адаптация под названием «На твоей стороне». Режиссером сериала выступил Ясен Услу, известный по таким проектам, как «Наша история», «Любовь на крыльях птицы». Сценарий написали Элем Джан Палат. Его работы «Империя лжи», «Изумрудный феникс», «Дочь посла». А также написанием сценария занималась Исема Эргеникон. Главную роль сыграла турецкая актриса Бирджа Калай, получившая известность благодаря проектам «Вавилон», «Иногда жизнь прекрасна», «Сумасшедший лесник». Также за работу в проекте была удостоена нескольких национальных наград в номинации «Лучшая актриса». Дебютная серия проекта рассказывает про разведчика по имени Александр Волк. После неудачной спецоперации он попадает в тюрьму Арабского Востока. Спустя несколько лет генерал-майор КГБ в отставке Гольцман помогает ему выбраться из плена. Но взамен просит Волка найти тех, кто убил его сына. Убитый был хорошим другом Александра, поэтому тот немедленно берется за дело. Накануне своей смерти сын Гольцмана занимался расследованием событий 3 июня 1943 года на Каменном мосту в Москве. Тогда была убита дочь посла СССР в Мексике. Волк восстанавливает события прошлого, но чем больше узнает, тем опаснее становится дело. Сценарий создан по мотивам детектива под названием «Каменный мост». Данный детектив написан русским писателем, журналистом и редактором Александром Тереховым. Роман был издан в 2009 году и высоко оценен критиками. Кроме того, за свое произведение автор получил литературную премию «Большая книга». Режиссер и автор сценария сериала Геннадий Островский рассказал о проекте. Хочу выразить благодарность автору романа. После прочтения «Каменного моста» я остался под сильным впечатлением и начал писать сценарий, не задумываясь над экранизацией. Это некая фантазия и размышления на определенную тему, касающиеся эпохи, которая уходит. И хочется ее ухватить. Удержать время, которое безвозвратно покидает нас. Мы из настоящего наблюдаем за событиями прошлого, когда страна была на изломе. Война, репрессии, смерть повсюду, человеческая жизнь значила не больше песчинки. И история юноши и девушки, которые оставили после своей гибели тайну. Для себя я ставил задачу – поведать об огромной человеческой драме и передать энергию, которую таят в себе события и герои прошлого. Съемки проходили в Москве. По словам режиссера Геннадия Островского, съемочный процесс оказался непростым, так как пришлось перекрывать не только Каменный мост, но и другие знаменитые столичные постройки. Производством сериала занимались киностудия Кит и компания White Media. Интернет-релиз состоялся 7 декабря 2020 года на видеосервисе премьер. А на телевидении проект показан в 2021 году. В самом начале сериала Леонидас припеваючи живет в своем поместье и довольно улыбается, в то время как знаменитый генетик и его друг с именем Альбири рассказывает ему о клонировании животных. Леонидас имеет двух сыновей. Близнецы Диогу и Лукас встречаются с одной и той же девушкой, незаметно для нее подменяя друг друга. Мать Жаде умирает, оставляя дочь одну. На смертном адре мать посылает дочь к ее дяде в Марокко. Леонидас, Лукас и Диогу приезжают в Марокко. Диогу замечает экстравагантную женщину и их взгляды пересекаются. Затем они договариваются о свидании. В аэропорту города Фес, Жаде встречают ее довоюродная сестра Латифа и тетка Зурайде. Затем они теряют Жаде на рынке. Лукас с удивлением слушает рассказ брата о проведенной ночи с незнакомкой из гостиницы. Леонидас рассказывает сыновьям, что собирается жениться и вот-вот познакомит их со своей избранницей. Вскоре Жаде находится и едет с женщинами знакомиться со своим дядей Али. Они остаются наедине и Али требует, чтобы Жаде прикрыла голову и привыкала к мусульманским традициям. Леонидас представляет сыновьям свою невесту, это и Ветти. Диогу не ожидал, что невестой отца окажется та женщина, с которой он недавно провел ночь и импульсивно уходит. Лукас запирает его в комнате, боясь, чтобы брат не наделал глупостей. Затем он сопровождает Альбери в гости к его другу Али. Он бродит по дому и видит Жаде, танцующий для сестер. Увидев его, женщины пугаются и кричат. Али дает пощечину племяннице. Леонидас открывает дверь и освобождает Диогу. Бразильская индустрия по праву занимает одну из ведущих позиций в мире. По уровню зрелищности, занимательности сюжетных линий, игры актеров, ее продукция вполне может конкурировать с американскими и европейскими образцами этого вида телевизионного искусства. А типичные для Латинской Америки эмоциональность, многословность и сентиментальность только добавляют пряную экзотическую ноту в этот коктейль. Данная теленовелла – одна из ярких представителей этого бренда. Премьера в России состоялась на Первом канале 16 февраля 2004 года. С сентября 2013 года повторы серий шли на телеканале Мир, а с 14 июля 2014 года прошел показ сериала на телеканале Ю. В дебютной серии рассказывается история про трех лучших подруг – Шуру, Юлю и Аню. Им по 18 лет, все самое важное в жизни происходит у них в первый раз, и они подходят ко всему с юношеским рвением. Шура Ермакова влюбляется в преподавателя и в тот же день узнает, что в ее семью вернулась мама, которая бросила ее в детстве. Юля никак не может разорвать отношения со своим парнем-полицейским, который ей постоянно изменяет. А Аня, используя связи своего папы-продюсера, раз в неделю придумывает себе новую карьеру. Сериал рассказывает о многом. О дружбе, о взрослении, о любви, о влюбленности, о поиске себя, о разнице между мудрыми детьми и потребителями взрослыми. О предательстве, о прощении и, наконец, о вечной и нерешаемой проблеме отцов и детей и жизненных ситуациях, которые требуют трудных решений. Слишком много важных и сложных тем для восьми серий. Сериал несет зрителю очень правильную мысль. Нельзя растрачивать себя на пустые отношения, а если нашел свою любовь, нужно держаться за нее и за всех сил. На примере Шуры становится ясно, как легко спутать любовь с детской влюбленностью. Создатель телесериала Алексей Чупов рассказал подробности о проекте. Продюсеры придумали название «Кризис нежного возраста», что в принципе отражает сюжет. Это о волнениях, переживаниях девочек, которые переходят во взрослую жизнь. Они только начали жить взрослой жизнью, но еще не стали взрослыми до конца. Это про весну жизни. Весна со всеми вытекающими последствиями. Мы не упрощаем проблемы, которые появляются, когда ты оторвался от родителей и входишь во взрослую жизнь. Мы не пытаемся одеть розовые очки на героинь или зрителя, чтобы показать, что все прекрасно. Мы показываем, что даже когда у тебя происходят какие-то неприятности, это не повод страдать. Мы говорим о том, что на самом деле все равно ты остаешься молодым человеком, у которого все впереди. Ты можешь радоваться, смеяться и веселиться. Отсутствие розовых очков – это главное отличие в том, как мы смотрим на своих героинь. Денис Сазонов, бывший пилот гоночной команды КамАЗ-мастер. После перерыва в 12 лет и краха на всех жизненных фронтах, он хочет вернуться в родную команду. Но это оказывается не так уже просто. Так начинается сериал в первой серии. Когда-то, став самым молодым чемпионом мира в истории ралли-рейдов, он был уволен из КамАЗ-мастера за нарушение командной этики. Денис хочет вернуть чувство самоуважения и причастность к большому делу и снова выиграть ралли-рейд. Но в команде его никто не ждет. Заместитель директора команды Еремин не хочет давать ему шанс, ведь считает, что Денис серьезно нарушил командные правила. Сазонов устраивается в команду уборщиком, проходя весь путь в руль с самого начала. Но и здесь его ждет неприятный сюрприз. Он встречает свою бывшую жену, которая планирует занять место штурмана и стать первой женщиной-пилотом в мужском коллективе. Сюжет сериала выдуман, но российский спортивный экипаж КамАЗ-мастер – это действующая с 1988 года команда, которая впервые участвовала в гонке в Дакаре в 1990-м, а через шесть лет выиграла ее. Всего с начала основания команда принимала участие в ралли 29 раз и завоевала 17 наград. Съемки картины начались в феврале 2020 года, через 14 дней после ралли в Саудовской Аравии, где экипаж занял первое место. На подготовку к съемкам ушло пять лет. Сериал снимался в Республике Татарстан, где размещена база команды. А также в Астрахани и области, в Казахстане и в Москве. Проект был создан при поддержке команды и президента Татарстана. Макар Запорожский, который исполнил роль пилота Сергея Беликова, поделился своими впечатлениями о съемках. Я потрясен. Нас прокатили на настоящих спортивных грузовиках, тех, на которых проходит трассу пилоты. Это восторг. Каждый мальчик и по желанию каждая девочка, все должны это попробовать. Даже находиться здесь очень интересно, познавательно и удивительно. Ходить по цеху, видеть, как люди сами делают эти машины. Я даже слов не могу найти из-за того, насколько я потрясен. В детстве все хотели стать космонавтами, а я мечтал проехаться по пустыне на такой машине. Честно говоря, я не знал, что команда называется КамАЗ-мастер, но знал, что ежегодно проводятся эти прекрасные ралли. И еще я знал, что КамАЗ, как и наши синхронистки, могут похвастаться такими же достижениями. Действие сериала происходит в 1946 году. Прошедший войну Денис Журавлев возвращается после фронта в родные края в звание лейтенанта. Он на себе ощутил все ужасы военных действий. Теперь же, намереваясь защищать простых граждан от преступников, Журавлев вступает в ряды милицейской службы. Начальником отделения, под руководством которого начинает работать Денис, является майор Шумейка, носящий красноречивые прозвища Сатана. У него была непростая судьба, но именно такой темперамент и сложный характер помогают ему вычислять преступников и отправлять их за решетку. Появление Журавлева в отделении милиции совпадает с началом масштабной операции по поимке криминальной банды. Главой этой банды является человек по кличке Клещ. Помимо того, что он очень жесток, преступник еще и крайне хитер и изобретателен. Стандартными методами вывести его на чистую воду и арестовать будет очень сложно. Для этого будет необходим четко разработанный план. Именно на эту задачу и ставят лейтенанта Журавлева. Именно так стартует этот проект. Андрей Бурковский поделился своим мнением о сериале. «Это большой проект, и мы все активно готовились к съемкам, репетировали, встречались с режиссером и другими артистами, обсуждали детали. Я смотрел фильмы про послевоенные времена, чтобы освежить в памяти ту эпоху. Меня привлекла сама роль, история и время, в котором происходят события. Послевоенная тема очень интересна и глобальна. Мне вообще интересны исторические проекты, особенно когда крутой сценарий». Интересные факты. Мини-сериал снимали в Подмосковье, главным образом на территории заброшенных заводов. Роль маленького закрытого города сыграл Морозовский городок в Твере. Релиз сериала состоялся 16 февраля 2021 года на стриминговом сервисе. Сериал стал третьей работой для Андрея Бурковского в жанре исторического фильма. В творческом багаже у актера уже была роль в полнометражной исторической ленте «Табол» и участие в боевике «Легенда о Калаврате». Смоленск – обычный город, расположенный в средней полосе России. Лишь одно отличает этот город от любых других провинциальных городов. В Смоленске живут вампиры. Живут давно. Живут простой семейной непримечательной жизнью. В один из дней в Березовой роще под Смоленском находят останки двух парней, на которых присутствуют следы от укусов. Следователю из Москвы предстоит разобраться, виноваты в преступлении дикие звери или местные вампиры. После премьеры первой серии проект получил гигантскую поддержку со стороны зрителей. Креативный продюсер Алексей Акимов поделился своим мнением. «Мне очень нравится, когда мистика и быт умело переплетены между собой. Тогда, находясь внутри обычной жизненной истории, мистика не выбрасывает тебя из реальности. Она становится просто дополнительным украшением, дающим истории новые повороты и возможности». В сериале всего неделя из жизни вампиров в провинциальном российском городе, но эта неделя выдастся для них весьма бурной. Оказывается, они также любят, также защищают свою семью, также ходят на работу, также сталкиваются с классическими проблемами отцов и детей. И, несмотря на то, что они другие, зачастую вампиры оказываются лучше людей. Обращайте внимание на людей рядом с вами, возможно, это окажется прекрасный человек. Режиссер-постановщик Антон Маслов также высказал мнение о сериале. «В России всегда все иначе. Мы иначе живем, любим и ненавидим. И даже вампиры в нашей стране другие. Весь кайф в нашей истории в том, что вампиры у нас положительные ребята. Они хотят любить. И для меня в основе лежит не только вампирская тема, а большая и мощная история про удивительную семью, которая попадает в сложную ситуацию. Эта история напомнит всем нам, что нужно оставаться людьми, несмотря на обстоятельства. Чем дальше мы друг от друга, тем темнее мир вокруг нас». В сериале на 100% наши – российские вампиры. С нашей ментальностью, радостями и проблемами. Они не классические герои Дракулы, которые боятся чеснока и носят красивые наряды. Они пьют кровь из пластиковых полторашек и граненых стаканов. Выбор Смоленска не случайен, ведь у города большая история. Его брали немцы, французы, и старались даже татары. У нас будет много исторических флэшбэков. Пояснил Антон Маслов. Главный герой сериала Толя никак не может выбрать между любовницей и женой, с которой у них много лет не получается родить ребенка. В первой серии лучший друг рекомендует ему переспать с танцовщицей в клубе и понять, перед какой из любящих женщин ему будет стыдно. Толя решает последовать совету. Но внезапно через несколько недель все три женщины сообщают Толе, что у него будет ребенок. От одного мужчины ждут детей сразу три женщины. Вместо того, чтобы провалиться сквозь землю, главный герой принимает ответственное, но очень спорное решение. Несмотря ни на что он желает остаться любящим отцом для каждого из троих детей. Поэтому Толя собирает всех своих женщин и объявляет, что все три матери должны непременно жить вместе с ним под одной крышей. Толик думал, что станет жить, как в раю в окружении любимых дам, которые через 9 месяцев подарят ему детей. Он никогда так не ошибался. Ведь три беременные женщины под одной крышей могут устроить от в тройном размере. Анатолий разрывается между тремя будущими матерями. А помимо всех прелестей беременности, женщины начинают страдать и сильными приступами ревности и собственничества в отношении мужчины. В каждой серии они выясняют отношения, ссорятся, съезжаются, разъезжаются и так далее. Сериал интересен с точки зрения психологии. Мы буквально видим, что происходит в голове у главного героя. Ситком «Триада» был представлен 25 октября 2018 года в Московском кинотеатре «Октябрь» во время презентации премьерных проектов. Продюсером сериала выступил Семен Слепаков, режиссером телефильма стал Дмитрий Диченко. Сценарий к сериалу написала Дарья Грацевич. Дарья Грацевич рассказала подробности об этом сериале. «Для меня этот сериал о проблеме выбора. Нас окружает очень много возможностей. Консюмеризм, общество потребления нам предлагают и то, и это. Мужчина находится в ситуации, когда ему очень сложно выбирать. Особенно, если человек психологически незрелый. И такая же ситуация у каждой из героинь. Одной надо выбрать, быть самостоятельной или оставаться папиной дочкой. Другой – простить мужа или нет. Третий – сохранить ли ребенка от случайной связи». Молодой и талантливый врач по имени Аркадий вернулся из Соединенных Штатов в Россию, чтобы начать работать в одной из клиник Москвы. Вместе с ним в столицу едут маленькая дочь и жена Шура, которая была вынуждена бросить свой небольшой кондитерский бизнес в Америке из-за желания быть рядом с любимым мужчиной. В России их встречает друг юности и по совместительству сын директора клиники – богатый ловелас, но мечтающий о настоящей любви и семье. Начав работать, Аркадий неожиданно для себя оказывается в центре интриг, сплетен и коррупционных схем. Он пытается разобраться в своих отношениях с коллегами, богатыми и известными пациентами и собственной семьей, а также понять, что для него является истинным счастьем. Именно с этого и начинается первая серия и сама история. Также помимо основных тематических направлений, зрителя ждут больничные страсти, первая любовь, бытовые неурядицы, взлеты и падения в профессиональной деятельности. Режиссер Андрей Джунковский рассказал детали о проекте. Это история о людях, которые должны быть счастливы, ведь они могут себе многое позволить, но при этом не чувствуют себя счастливыми. История о том, как они пытаются найти спокойствие и баланс, находясь в раздоре. Этот проект мне важен тем, что мы снова встретились с прекрасной командой, с которой мы уже работали над другим проектом «Сладкая жизнь». Важен тем, что некоторые вещи в сериале перекликаются со мной. Я такой же инфантильный, как некоторые персонажи. Мне кажется, все наше поколение более инфантильное, чем предыдущие. Это близкая мне история. Главные герои сериала достигли многого в своей жизни, могут позволить себе последний айфон и поход в ресторан. Им всем не дают покоя два вопроса – счастлив ли я и что делать? Наш проект – это взгляд на сегодняшнее поколение успешных 30-летних, у которых есть все, кроме счастья. Марина Васильева также рассказала подробности о сериале. Мне на пробах один режиссер сказал, «Жанр – это жизнь. Это очень похоже на то, над чем мы работаем. В жизни бывают ситуации, когда одновременно смешно и очень грустно. Мне кажется, наш проект – это универсальная история». Этот сериал ясно показывает, что безобидной лжи не бывает. Рано или поздно даже самая тайная мысль оказывается в реальности настоящего времени. Создатели проекта предлагают зрителям представить ситуацию, когда такая реальность материальна и действительно существует. И самые безжалостные фантазии в ней воплощаются. Это история о человеке, для которого слились воедино власть, вседозволенность и безнаказанность. Действие фильма происходит в петербургской школе. Одна из учительниц выпрыгивает из школьных окон у учеников на глазах. Капитану с именем Игорь предстоит провести расследование, чтобы выяснить причины этого поступка. И для этого он знакомится с лидером класса, который в свою очередь расскажет капитану правила игры под названием «Спарта». Это история о том, как можно легко манипулировать еще не окрепшим сознанием детей. До чего может довести безнаказанность, деньги, связи, ложь. Подростки как губка, которая все это впитывает и проецирует в жизнь. Ведь ни для кого не секрет, что дети могут быть очень жестокими. Здесь стираются границы между игрой и реальностью, судьба разбивается о чью-то больную идею, а тайны бережно хранятся в самых темных уголках памяти и души. Главные роли исполнили Артем Ткаченко и Александр Петров. Сериал получил две премии «Золотой орел» в категориях «Лучшая мужская роль на телевидении» и «Лучший телефильм». А в 2019 году права на сериал приобрел сервис Netflix. Александр Петров, исполнитель роли Михаила Барковского, рассказал подробности о проекте. Название сериала – это название компьютерной игры, на которой держится сюжет и завязка истории. Съемки были очень трудные. Во главе стояла история про компьютерную игру, про вымышленный мир, который люди придумали и создали, и насколько он опасен для нашего мозга и нашего сознания. Мозг воспринимает это как реальность. Эта тема настолько актуальная и на самом деле страшная. С появлением виртуальной реальности управлять сознанием людей, особенно молодых, становится крайне просто. Я с большим удовольствием буду смотреть этот сериал, чтобы себе же ответить на некоторые вопросы. Вторая половина XV века. Москва. Последние правители Византии-палеологи бежали в Рим. После смерти первой жены, князь московский Иван III получает предложение послов из Рима жениться на юной византийской принцессе в изгнании по имени Зоя-палеолог. Иван III отправляет в Рим доверенного воеводу Хромова и своего нанятого монетного мастера, итальянца Фреа. В первой серии послы привозят Зою из Рима в Москву, где при повторном крещении она принимает новое имя – Софья. Однако, став великой княгиней московской Софьей, Зоя-палеолог не оправдала надежд Папы Римского по расширению влияния католической церкви на Руси. Попытки посылать эмиссаров с целью убедить Софью следовать линии Рима, а в дальнейшем убить ее заканчиваются провалом. В сериале показаны наиболее яркие моменты правления Ивана III, война с Новгородской республикой, ссора и дальнейшие перемирия с братьями Борисом Володским и Андреем Большим. Также показан выход из-под власти Золотой Орды и противостояние между Софией и Еленой Волошанкой, которая является женой старшего сына Ивана III. Съемки сериала начались в ноябре 2014 года и проходили как за границей, так и в России. Для съемок на территории ВДНХ была выстроена декорация московского Кремля, соответствующая его историческому облику XV века. Тогда он был белого цвета, вместо привычного для нас красного. Специально для фильма реквизиторы нашли антикварную посуду и утварь того времени. Для проекта было сшито более тысячи костюмов. Тысячи россиян посетили выставку о создании этого телепроекта. К съемкам сериала были привлечены консультанты и эксперты. В телевизионном фильме с высочайшей точностью воспроизведены костюмы и предметы быта эпохи. Также телезрители увидят сцены сражений и природных катаклизмов, тайны и интриги средневекового великокняжеского двора, любовь и ревность, колдовство и покаяние. Перед художниками по костюмам в фильме стояла очень сложная, но невероятно интересная задача. Одеть весь великокняжеский двор Москвы XV века. И абсолютно каждый костюм должен смотреться художественно ярким, выразительным, ведь это одна из главных составляющих образа. Эта история начиналась очень даже прекрасно. Света вместе со своим возлюбленным гуляла на вечеринке, организованной однокурсницей в честь выпуска. Света и ее парень решили выйти на балкон. В порыве страсти девушка не удержалась и упала с третьего этажа на асфальт. Молодая девушка Света оказалась в инвалидном кресле. Но врачи дали ей надежду на выздоровление. Но чтобы вновь встать с коляски, девушке нужна дорогостоящая операция. Так что Свете нужно собрать достаточно большую сумму денег. На парня, надеется, Светлана больше не может. Он сбежал, как только узнал, что его возлюбленная прикована к инвалидному креслу. Денег у девушки нет вообще, как и работы. Но рядом осталась верная подружка Ирка, которая работает парикмахером и снимает со Светой двушку, оказывая Свете огромную моральную поддержку. Телепроект стал экспериментальным для всего российского телевидения. Дело в том, что с первой серии он снят в формате веб-сериала, поэтому все, что происходит на экране, зрители видят через объектив веб-камеры. Это первый пример подобного формата съемок телепроектов в России. Работа над сериалом началась в 2015 году. Съемки первого сезона телесериала продлились 30 дней. На знаменитом сайте Кинопоиск рейтинг этого сериала составляет чуть больше 6 баллов из 10. Комедия, при всей легкости внешнего восприятия, остается одним из самых сложных жанров кино. Эксперимент многие считали отчаянным, но в итоге он вышел невероятно удачным. Сценарий хорошо продуман. Это настоящая сатира современной жизни, которая совсем не требует серьезного отношения. В роли Светы в 16-серийном комедийном телефильме снялась Мария Машкова. Ее подругу Ирку сыграла Анна Котова, а Павла – Кирилл Каганович. Молодого человека, которому Света неровно дышит, сыграл Александр Ратников. Постоянных клиентов Светозары, вдову олигарха Ксению и одинокого странного мужчину Цыпина, сыграли Евгения Дмитриева и Борис Коморзин соответственно. В Калининградском следственном изоляторе на себя накладывает руки майор Андрей Рыжов, обвиняемый в превышении должностных полномочий. Четверо его коллег, Олег Каплан, Павел Карпенко, Оксана Голикова и Федор Вачевский уверены в невиновности своего бывшего руководителя. И для того, чтобы восстановить его доброе имя, начинают самостоятельное расследование произошедшего. В первом эпизоде полицейские Олег Каплан, Павел Карпенко и Федор Вачевский арестовывают вышедшего из тюрьмы Глеба Монахова, бывшего начальника службы безопасности депутата Калужного. Но благодаря стараниям адвоката, бандиты выпускают на волю. Руководитель следственной группы Андрей Рыжов превышает полномочия во время допроса преступника Савочкина, подозреваемого в жестоком преступлении. Рыжова обвиняют в деянии, которого он не совершал. Во время допроса под давлением майора Дроздова он наложил на себя руки. Данный криминальный драматический сериал – это российская адаптация успешного французского проекта, который первый канал показал летом 2014 года. Французский проект, который был взят для адаптации российскими кинематографистами, снял знаменитый Оливье Маршаль, создатель таких проектов как «Неприкасаемые» и «36». Первый сезон сериала показал рекордно высокие рейтинги во Франции. Режиссером сериала стал Карен Аганисян. Он известен как создатель проекта «Клим» и других нашумевших телепроектов. Съемки первого сезона российского сериала стартовали в начале 2016 года и полностью проходили на территории Калининградской области. Одну из главных ролей во французском сериале сыграл актер Жан-Ю Канглад, известный по фильмам «Подземка» и «Никита». В нашей версии зрители увидят звезду отечественного кинематографа Владимира Машкова. Также главные роли сыграли Александр Паль, Лукерия Ильишенко и Денис Шведов. Режиссер Карен Аганисян рассказал подробности о проекте. «Мы собрали прекрасную команду. Все герои разные. Персонаж Владимира Машкова, лидер команды, волк-одиночка, но он будет меняться на протяжении всего фильма. Романтика ему не чужда, и у героя будет не одна любовная сцена. Александр Паль играет парня из нашего двора, но и бунтаря». Герой Дениса Шведова – человек, который разрывается между работой и семьей. А Лукерия Ильишенко всех удивит. У нее очень непростая драматическая роль. В центре сюжета находится несколько молодых людей из Москвы, которые бегут от своих проблем в отдаленный монастырь, расположенный неподалеку от деревни Топи в Архангельской области. Всего их пятеро. Умирающий от рака создатель популярного мессенджера Денис, журналист провластного медиа Максим, которому дали редакционное задание найти компромат на Дениса. Катя, которую накануне свадьбы бросил жених и которая боится постареть. Чеченка Эля, которую пытаются насильно выдать замуж и которая скрывается от жениха. И Соня, девушка из строгого православного рода, переживающая из-за смерти сестры. По прибытии герои выясняют, что монастырь заброшен, местные жители ведут себя странно, а затем и вовсе один из молодых людей пропадает. Решив остановиться в деревне, они начинают поиски и все больше погружаются в мир Топи, полный тайн. Первая серия повествует о молодых москвичах, которые познакомились в интернете с целью совместной поездки в деревню Топи. Они хотят побывать в старинном монастыре, где по легенде сбываются все мечты, а человек может избавиться от своих бед и проклятий. Идея создания пришла к автору бестселлера «Метро-2033» Дмитрию Глуховскому, который в итоге написал сценарий к телесериалу еще в 2013 году. По словам Глуховского, от момента появления задумки сериала до выхода его в свет прошло 10 лет, пять из которых писатель искал подходящую платформу и продюсеров. Сериал снимался в Белоруссии на натурной площадке киностудии «Беларусьфильм». Дмитрий Глуховский, писатель и автор сценария, поделился в интервью своим мнением о проекте. Люди, привыкшие к тому, что все на свете понятно, вдруг оказываются в хтоническом мире русской глубинки, где никакие понятные правила больше не работают. Где они сталкиваются со своими и чужими внутренними демонами и застревают в этих топях, из которых они смогут выбраться только если переродятся. Главные роли исполнили Максим Суханов, Иван Янковский, Тихон Жизневский, Катерина Шпица, Софья Волочинская и Анастасия Крылова. Данный проект был создан специально для онлайн-кинотеатра «Кинопоиск HD». Казалось бы, что общего между девушкой Олей из провинции и дочерью миллиардера Марго? Они обе хотят заработать много денег. Оля – это приезжая простая девушка, которая едва сводит концы с концами. А Марго – девушка из высшего общества, внезапно лишившаяся своего статуса и состояния. По иронии судьбы, она вынуждена устроиться официанткой в кафе, где, собственно, работает Оля. Вместе девушки начинают подумывать о своем прибыльном бизнесе. Тем более, что почти все для этого у них есть. Все, кроме денег. Но на одни чаевые дела не откроешь. В первой серии Оля, находясь в тяжелом финансовом положении, трудится на двух работах. А Маргарита может получить все, о чем можно только мечтать. Но внезапно жизнь девушки кардинально меняется. И ей приходится идти на работу. Оля и Марго совершенно не похожи друг на друга. Но их объединило отсутствие денег и необходимость работать официантками в подмосковном кафе. На что пойдут девушки, чтобы решить свои проблемы? Сериал является российской адаптацией американского ситкома «Две девицы на мели». Весной 2016 года стало известно, что телеканал «Пятница» готовит к премьере российский ситком «Две девицы на мели». Оригинальная версия проекта с Кэт Деннингс и «Бэт Берс» вышла в 2011 году на американском телеканале. Проект продлился шесть сезонов и получил премии «Эмми» и «Выбор народа». Режиссером российского сериала выступил Константин Смирнов, известный по таким работам, как «Зомбоящик», «Беглые родственники», «Универ», «Новая общага». Съемки российской адаптации «Двух девиц на мели» стартовали в июне 2017 года. Изначально планировалось, что ситком будет транслироваться на телеканале ТНТ, но потом было объявлено, что премьеру ситкома покажет «Пятница». Одни из главных ролей в проекте исполнит звезда комедийного шоу «Однажды в России» Ольга Картункова и лучший друг Дмитрия Нагиева в сериале «Физрук» Владимир Сычев. Картункова воплотит образ героини Макс, которую в оригинале играет Кэт Деннингс. А наколкая, знающая жизнь, работает на двух работах, чтобы свести концы с концами. А Левтине Тукан досталась партия Кэролин, утонченной барышни с трастовым фондом, которой по воле случая пришлось податься в официантки. Нихан – дочь солидного бизнесмена, который оказался на грани банкротства. Кемаль – сын простого парикмахера. Может ли быть будущее у этой любви? Тем более, что ради своего эгоистичного сына Эмира, безумно влюбленного в Нихан, его отец Галиб Бей способен совершить преступление. Путем шантажа своего компаньона отца Нихан, он добивается согласия на свадьбу Нихан и Эмира. Нихан и Кемаль принадлежат к совершенно разным мирам. Но несмотря на это, между ними зарождается настоящее чувство. Как сохранить любовь и веру в себя и друг в друга, невзирая на преграды, трудности и сложившиеся обстоятельства? Это история о парне и девушке, не имеющих ничего общего. Ведь они происходят из разных слоев общества, имеют непохожий круг общения. Однако это не мешает возникнуть любви в сердцах главных героев. Их первая встреча в первой серии была случайной, но изменила жизни обоих. Однако богатство и бедность, в которых живут главные герои, слишком далеки друг от друга. Против союза влюбленных выступают их родители и друзья. Однако никакие препятствия не способны разрушить искренние чувства главных героев. В ее жизни есть таинственный мужчина, который обладает властью над Нихан. Он упивается собственным могуществом и не намерен его лишаться. Обманом и подлостью он разлучает главных героев. Ее сердце продолжает стремиться к Кемалю. Несмотря на расстояние, препятствия и трагедии на жизненном пути, главные герои продолжают искренне любить друг друга. Им суждено пронести это чувство через многие годы и многочисленные испытания. Интересные факты. Премьера первого сезона состоялась 14 октября 2015 года. В России мыльная опера впервые была показана в августе 2018 года на канале «Русский бестселлер». С 16 ноября 2020 года проект был показан на телеканале «Романтичное». Именно там он транслировался в новой озвучке, где приняли участие известные актеры дубляжа. На первоначальном этапе производства режиссерское кресло занимал Валкан Коджатюрк, позже его заменила Хил Альсарл, которая ранее сняла проекты «Без вины виноватая», «Соколиный холм» и «Не могу сказать прощай». Съемки проходили в столице Турции, Стамбуле. Сцена с аварией на шахте была снята в городе Зангулдак. В 2017 году сериал был удостоен премии Эмми в номинации «Лучшая зарубежная теленавелла». «Черная любовь» является одним из самых популярных турецких проектов во всем мире, а права на его трансляцию приобрели более 60 стран. Главную роль в телесериале сыграла Неслихана Тайгуль, которая получила широкую известность благодаря фильму «Чистилище». Основная часть событий знаменитого сериала происходит в студенческом общежитии. Также в сериале регулярно показывается кафе, аудитория вуза, особняк на Рублевке, кабинет с видом на московский Кремль, ресторан и клуб. Сюжет первой серии строится на том, что персонаж Саша сбежал из университета в Лондоне, где изучал финансы и поступил на астрономическое отделение физического факультета одного из московских вузов. Сильвестр Андреевич, его отец, хочет вернуть своего сына к прежней жизни, но тот желает жить в народе и хочет всего в жизни добиться сам. Нежному мажору предстоит жить в одном блоке с вечно колотящим по груши каратистом Кузей, общажным ловеласом с именем Гоша, отличницей Таней и блондинкой Аллой, начинающей свой день с чашки растворимого кофе. Параллельно с этим с героями сериала приключается много забавных и смешных ситуаций. Их пятеро. Все они разные и у каждого есть свои особенности в характере. Они живут в соседних комнатах, у них общая кухня, туалет и ванная. У них больше нет выбора, кроме как искренне полюбить друг друга, чем они периодически и занимаются. Им очень весело, они дружные и глупые. Сериал максимально приближен к реальной жизненной обстановке. Актеры неплохо справляются со своими ролями. Сюжет у сериала очень простой и немного неправдоподобный, но учитывая, что это комедийный сериал, то сюжет не так уж и важен. Со временем проект стал развиваться, появились новые персонажи. Главные роли исполнили Андрей Гайдульян, Виталий Гагунский, Мария Кожевникова, Валентина Рубцова, Арарат Кищан и другие. Сценарий был написан Вячеславом Дусмухаметовым, известный по таким работам, как «Папины дочки» и «Шесть кадров». А также Семеном Слепаковым, известный по таким работам, как «КВН», «Камеди Клаб», «Наша Раша» и «Прожектор Пэрис Хилтон». Премьера первой серии состоялась в далеком 2008 году, и сериал моментально завоевал любовь у зрителей. Создатели не стали останавливаться на первом сезоне и выпустили еще несколько. В 2021 году сериал реанимировали. Теперь его новое название – «Универ 10 лет спустя».